Он не умеет проигрывать. Им восхищаются, на него равняются и к нему прислушиваются. Ценные советы от гуру рекламы Жака Сигела. Они готовы побеждать. Знакомьтесь, сборная МГУ по бейсболу. Всем привет! С вами Махавая 9 в студии Дарья Леонтьева. Газета не умирает. Профессиональные журналисты спешат на смену блогерам. Появляется новый вид человека – человек медийный. Об этом и не только говорила на своей лекции в парке «Заряди» Елена Леонидовна Вартанова. Еще о том, что умение проверять информацию нужно воспитывать с детства, а знать, как работает СМИ-журналистика, нужно каждому человеку. Умение анализировать информацию, медийный контент, оно предполагает ряд технологических навыков, и оно же предполагает ряд знаний, определенный объем знаний, который нужен современному человеку. Декан Журфака выступила для проекта «Маслекторий» в заповедном посольстве парка «Заряди». Интересные лекции проходят там каждый понедельник. Совет рекламщикам от человека, сделавшего Франсуа Меттерана президентом Франции. Секрет успешной кампании в искренности, креативности и кропотливом труде. О современных вызовах в профессии и нестандартных решениях рассказал в Московском лингвистическом университете международный президент Европейского института связи с общественностью Жак Сигела. Мастер рекламы уверяет, нужно повышать свой креативный уровень и противостоять засилию массовой культуры. Технологии без страсти разрушают душу, а технологии без ярких идей разрушают рекламу. Креативность — это про риск, про перемены, про новые идеи, про принятие решений, про то, что нужно делать так, как нужно, а так, как не нужно, делать не нужно. Господин Сигела выпустил множество книг по рекламе, пиару и политическим технологиям. А из 20 предвыборных кампаний его кандидаты выиграли 18-е. Свою лекцию Жак Сигела прочел уже в качестве почетного доктора МГЛУ знак признательности за многолетнее сотрудничество. Реклама телеканала — отдельное искусство. Как вы думаете, что легче — раскрутить новый телеканал или взойти на Эверест? Оказывается, по сложности эти задачи почти равносильны. Так считает маркетинговый директор телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина. На этой неделе она встречалась со студентами журфака. Привести зрителей к новому телепроекту сложно, но еще сложнее удержать их внимание. Для этого нужно следовать проверенному поколению своду правил, выработать четкий план действий и разумно распределять нагрузки. Конечно, важна не только реклама, но и сам материал программы. Делать качественный контент и качественная промо к нему — два залога успеха в данном случае. Но, безусловно, когда в «Орле и Решке» ведущая Настя Ивлеева, то, естественно, все ее поклонники за этим следят. И, конечно же, Настя Ивлеева — она звезда. Но в целом работает все вместе, как и сама программа, ее движок и идея, так и ведущая, которая ведет эту программу. Потому что все должно срастись — классный ведущий и классная программа. Новый набор в мастерскую телеканала «Пятница» откроет в начале весеннего семестра. Для поступления нужно будет пройти два этапа — написать креативные сэны на одну из предложенных тем и выдержать собеседований с руководителями канала. Слушатели студии пройдут летнюю стажировку на пятнице, а самые активные смогут получить там работу. Далее в эфире. Бейсбол в МГУ — и это не совсем мужская команда. Далеко ли до победы? Если услышите крики из подвала, не пугайтесь. Табулы расы снова в деле. Новая постановка, новые эмоции, новые лица. Расскажем, что и когда ждать. Кажется, скоро на полках МГУ прибавится пара кубков. Сборная по бейсболу жаждет новых побед в студенческой лиге. На тренировке команды побывал наш корреспондент Милиана Кисина. Эти ребята с битами не расстаются. Каждый ждет своей очереди, чтобы ударить по мячу со всем силой. Это новая команда МГУ по бейсболу. Наша основная цель сейчас — это научить новичков хотя бы чему-то. Раньше у нас были люди, которые занимались бейсболом еще с ранних лет. Сейчас же наши ребята, они знают лишь правила бейсболу. Поэтому главная наша цель сейчас — это научить их бросать, отбивать, а затем уже и играть. Андрей — капитан с большим опытом. В его профессиональном досье участие в сборной России на универсиаде в Тайване и на чемпионате мира по бейсболу среди студентов. Конечно, спортивный Олимп не покорит без хорошего наставника. Тренеру команды легендарный. На его счету уже не одно поколение сборной МГУ. Были мы чемпионами Советского Союза в первой лиге в 90-м году. Потом команда Тарас Палас мы набрали молодых, которые были сильнейшими в молодежном чемпионате несколько лет. Россия стали чемпионами Европы. В этом составе эта команда была МГУ-78 называлась. С таким наставником не выкладываться на тренировках нельзя. Тем более, что мечта у игроков масштабная — победить в студенческой лиге, а потом дойти до любительской. Кстати, в команде есть две девушки, и они стараются на тренировках не меньше своих партнеров. Чувствуется ответственность, и нужно не упасть лицом в грязь перед мужской сильной половиной, и нужно держать марку. Самое сложное в тренировках, потому что у меня не сильно прокачаны руки, это, наверное, держать биту. Победить в бейсболе одной левой не получится. Нужно долго учиться ловить мячи и сильно отбивать подачи. На этой тренировке я тоже часть команды. Андрей проводит неэкспресс-курс по бейсболу, показывает, как правильно держать биту и бить по мячу. Сейчас в команде 15 человек. Стать ее частью еще не поздно. Здесь ждут студентов с любых факультетов МГУ. Милиана Кисина, Сергей Сальников, Маховая-9. Возможно, вы их никогда не видели, но обязательно слышали. Аль Пачино, Пенелопа Круз, героиня Скарлетт Йоханссон, персонажи мультфильмов и даже компьютерных игр. Актеры дубляжа стали героями программы «Голоса» студентов 4-го курса журфака. Секрет успешной озвучки не только в «Голосе». Просто я как-то начинаю сначала дышать, как делает персонаж мой, да, и потом через него я как-то голос сам находится, тот или иной. Причем я могу сказать, что я, например, если пишу какие-то институты, не значит, что она у меня всегда одинаковая. Дубляж иностранных фильмов проходит несколько этапов. Сначала перевод, затем укладывание текста в уста героев, пробы актеров, затем фильм отправляют обратно к производителю для проверки адекватности вибраций. Они работают, пока мы спим. Это правила игры ведущих утреннего эфира. Елена Ландер и Владислав Завьялов, ведущие телеканала «Россия-1», рассказали первокурсникам, как готовиться к интервью и как проходит будни телеведущего. Я хочу ребятам посоветовать, как можно внимательнее следить за индустрией, как можно внимательнее наблюдать, как она меняется, что нравится, что не нравится. Пробовать себя в новых форматах, пробовать предлагать какие-то новые направления, может быть, уломать какие-то границы. Ничего нет страшного, если вдруг что-то произойдет не по учебнику. Не нужно чувствовать, что вы все умеете на каком-то этапе, на любом этапе, и возрастном тоже. Вы все время должны стремиться к тому, чтобы быть лучше, знать больше, быть компетентнее и желательно быть расположенным человеком. Владислав Завьялов в этом году отмечает юбилей – 30 лет работы на телевидении. Новинка от «Табулы раса» – театральная студия факультета журналистики МГУ готовит новую постановку. В основе – романтическая повесть Гоффмана, эпизод из жизни трех друзей. Это, во-первых, формальный театр, и здесь мы работаем с формой в большей степени, но при этом есть основа какая-то гофманская, это же все-таки спектакль о Гоффмане. А здесь я работаю с таким немножко психологическим исследованием, исследую то, как писатель работает. Исследую то, как психически больной человек воспринимает мир. Актеры «Табулы раса» сходят с ума, причем не только по сценарию спектакля, но и от изнурительных репетиций. Все секреты «Табулы раса» пока не раскрывает. Премьера в начале весеннего семестра. Вы, наверное, заметили, что в этом семестре с первого этажа исчез наш почтовый ящик для вопросов декану. Нет, мы не закрываем рубрику, мы переводим ее в новый формат. Как задать вопрос Елене Леонидовне, расскажет новая хозяйка рубрики Мария Сидоркина. Привет! Рубрика «Вопрос декана» переходит теперь в цифровую среду. Вместо старого почтового ящика мы открываем для вас онлайн-анкету, ссылку на которую вы можете найти у нас на страничке ВКонтакте. Все, что нужно, чтобы задать вопрос, это написать имя, фамилию и номер группы. Обязательно не забудьте это сделать, потому что, к сожалению, анонимные вопросы мы озвучить не сможем. Также в личные сообщения ВКонтакте вы можете прислать нам ваши видеообращения. Мы ждем от вас вопросов, а ответы все вы услышите в спецвыпуске с Еленой Леонидовной в конце декабря. На журфаке снова иностранные гости. На этот раз Стивен Намурошибле, американско-японский режиссер документального кино. О настоящих эмоциях, трудной работе и художественных приемах мы узнали все. Расскажем вам уже на следующей неделе. Следите за соцсетями. С вами была Дарья Леонтьева. До следующей встречи.